Каждый концерт Муромской филармонии – значимое событие для тех, кто любит классическую музыку. Тем более, если в зале детской музыкальной школы номер три играет пианистка из Гамбурга Варвара Непомнящая. Ее имя особенно громко зазвучало в 2012 году, когда девушка выиграла конкурс Гёзы Анды в Цюрихе, взяв там первую премию. Несмотря на то, что у талантливой пианистки с мировым именем совершенно нет свободного времени, Варвара только на один день приехала в Муром, чтобы дать концерт в день рождения Ирины Леонидовны Кротовой. Варвара была с ней лично знакома, и от общения со столь неординарным человеком, тонко чувствующим многогранность окружающего мира, остались самые теплые воспоминания. Впечатления остались на самом деле на всю жизнь, потому что таких людей очень мало. Она была человеком беззаветно любящим. Все, что мы делаем, я имею в виду нас, музыкантов, и не только, вообще чрезвычайно образованным, очень культурным, это сейчас как-то так даже странно звучит, культурным в старом смысле этого слова. Почувствовать себя единомышленником – это мне удалось, и это тоже очень, не такое уж и частое явление. Долгие годы Ирина Леонидовна была не только директором Муромской филармонии, но и сподвижником всех дел и творческих начинаний музыкантов. Она была ее душой. Ирина Леонидовна для меня была замечательным человеком, большим человеком, другом. Мне ее очень не хватает. Единственная надежда на то, что она, ну, как я сказала, она с нами. И ее глаза в 11-м ряду в ДК, или здесь у нее было любимое место. Вот они очень важны. Я представляю, что она здесь. Концерт, посвященный Ирине Леонидовне Кротовой, был бы самым большим подарком для женщины, настолько глубоко понимающей музыку и умеющей раскрыть суть ее исполнения. Никто лучше нее не мог говорить о музыке. Вообще о музыке говорить очень трудно. Син-сан сказал так. Нет ничего труднее, чем говорить о музыке. И вот в зале все-таки есть профессиональные музыканты. Никто не может сказать так, как говорит Ирина Леонидовна. И вот когда она скажет, думаешь, ой, ну, действительно, я вот переживала именно такие чувства, такие эмоции. Вечная музыка в исполнении Варвары Непомнящей заставила слушателей задуматься о самом высоком. В этот день Ирине Леонидовне Кротовой исполнилось бы 96 лет. Елена Петрова, Николай Малоденов, Новости 24, Мурон.